Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, и сегодня мы посетим курсы начинающей наседки или сиделки. Я вам покажу и расскажу, как инкубирую яйца палочников. Палочников, палочники, а ведь у нас есть группа даже ВКонтакте, посвященная этим замечательным существам. Ссылка будет в описании, я настоятельно рекомендую вступить в эту группу, от этого мне становится только приятнее. Итак, несколько видов у меня есть яиц, палочников, и кто-то инкубирует яйца на кокосовом субстрате, кто-то на мхесфагнуме, кто-то на вермикулите, кто-то на колготках, кто-то вообще никак не инкубирует. Ну да, если у вас слишком много палочников, можно над этим не заморачиваться. Я перепробовал разные технологии, но для себя открыл следующее. Смотрите, нам, во-первых, понадобится соусница. Это самая обычная соусница, которую можно раздобыть в магазине одноразовой упаковки. Объемом эта соусница, если я не ошибаюсь, 50 мл, то есть это самая большая, которую я смог раздобыть. Раньше в качестве увлажняющего материала я использовал кусок влажной туалетной бумаги, то есть просто комкал его, сжевал, жевкал и внутрь складывал. Сейчас использую мхесфагнум. Почему? Потому что на туалетной бумаге некоторые яйца начинали плесневеть. Мхесфагнум, он все-таки антибактериальный и по опыту оказалось, что яйца с ним плесневеют значительно меньше. Да, обязательно нужно поддерживать влажную среду в инкубаторе, в импровизированном инкубаторе. Смотрите, на дно я насыпаю яйца самих палочников, это в среднем где-то 30-50 штук. Слишком много я не советую насыпать, потому что иначе они будут очень быстро плесневеть. Дальше по центру располагаю предварительно увлажненный мхесфагнум, то есть в отдельной баклажке мхесфагнум я с водой замешиваю, отжимаю хорошо, чтобы с него вода не бежала, чтобы он был чуть влажный и засовываю небольшой пучок. Мхесфагнум можно либо раздобыть в лесу, либо в любом садовом магазине практически продается, килограмм ему хватит за глаза и надолго. И вот по такой технологии у меня все вот эти контейнера сидят. Смотрите, по-разному, друзья, палочники выходят. Во-первых, разное время инкубации у разных видов, то есть там от месяца и некоторые виды аж до года, а может быть и дольше, если у вас прохладно в комнате. Дальше, смотрите, очень важно, как я сказал, поддерживать влажную обстановочку внутри импровизированного инкубатора, потому что там, где недостаточно влажно, по моим наблюдениям, палочники выходят деформированными, то есть они банально не могут вытащить лапку из скорлупки яйца. Поэтому за влажностью следите. Как только я ложу мох в контейнер, ну то есть вот в эту соусницу, закрываю крышечкой, и у меня появляется испарина, конденсат. И по как раз-таки количеству конденсата я примерно могу оценивать влажность. То есть она, как правило, либо 100%, либо чуть меньше. Да, если нету испарина, то, естественно, нужно мох увлажнить. Дальше, смотрите, можно в принципе вообще и не увлажнять, но тогда, естественно, выход будет в разы меньше. При такой технологии, по моим наблюдениям, выход составляет где-то процентов 80. Если учесть, что еще и некоторые не могут нормально полинять палочники, а учитывая, что линник у них достаточно большое количество происходит до взрослого состояния, я рекомендую брать по 30, по 40, по 50 яиц, чтобы быть уверенными в том, что у вас кто-то вылупится, кто-то нормально полиняет, и кто-то дорастет до взрослого состояния. Поэтому их продают не по 2, не по 3 штуки, а, ну, минимум там по 20, по 30 штук, и это вроде как норма. Дальше, смотрите, если у вас испарина вот эта вот слишком в большом количестве образовалась и вытекла на дно, здесь берете либо ватную палочку, либо кусок туалетной бумаги и со дна всю вот эту жижу собираете. К тому, что яйца у вас иначе просто там будут плавать, будет у вас компот, и из этого тоже ничего хорошего не выйдет. В целом, технология годная, технология рабочая, достаточно мало места занимает такой способ инкубирования. И обязательно, друзья, пишите в комментариях, каким образом инкубируете яйца палочников вы. Обратите внимание, что все контейнера у меня подписаны, и некоторые контейнера залеплены малярной лентой, потому что качество самих соус не составляет желать лучшего. На этом все, с вами был Аквамен, увидимся очень скоро в новых видео, всем пока-пока, друзья. И, кстати, еще такая рекомендация, друзья, вот как только у вас яйца палочников появились, я советую через день, через два контейнер просматривать, потому что, да, вот минус как раз-таки мха сфагнума, то, что некоторые, ну практически все палочники, которые выходят, они сливаются с мухом сфагнумом, и достаточно сложно определить, что палочника, что нет. Поэтому через день, через два наблюдайте, чтобы как только они вылупились, сразу отсадить на дальнейшее возращивание. Ну все, всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok